Ты был звездой в этом матче, я видел, потом ты подошел, прямо у тебя брали автографы, ты прям звезда. Ну, это приятно, если болезнь, который меня уже знает, это круто, я за тебя рад. Слушай, Юран сказал сейчас на пресс-конференции, что если вы хотите в таких раздевалках работать, то да, можете проигрывать. Но надо побеждать, чтобы играть в хороших условиях, там все действительно так не очень или что? Ну вот, он правильно сказал, что ребятам скажу, что у нас все место, это премьер-лига, у нас хороший стадион, все есть, болезнь есть, для города это очень-очень-очень хорошо. Да, ну а что же с вами случилось, почему вы вышли в стыки, на твой взгляд? Ну, не знаю, может быть, что-то не хватило, это, удача и еще, я думаю, больше, больше концентрации. И не знаю, честно, но сейчас уже хорошо пойдет. Ну, слушай, ты не считаешь, что все, вы решили задачу, что... Нет, нет, так вообще, нет, у нас еще в финале дома, но надо закончить эту работу. Ну, то есть, а что должно произойти, чтобы вы поиграли в этот матч? Вы должны все просто заболеть и не выйти на поле. Ну, это футбол, я всегда это сказал, что футбол это 90 минут, надо это, полный это, играет этот матч сто процентов, даже не сто, тысяч процентов, чтобы спокойно это, играть этот матч дома. Ага, что ты можешь сказать о команде соперника? Соперник? Да. Ну, хороший, уродный хороший, у меня тоже есть хороший проезд, я не знаю, но они первые там хорошо играли, может быть, второй там у нас три замены, я думаю, они поменяли игру. Встречал Юран на вас в перерыве? Нет, нет, он всегда спокойный. Всегда спокойный? Нет, он всегда уверен. Что, даже и матом никогда не выражается? Нет, нет, вот этого не так. Да? Ни разу, ни разу. Ну, я удивился, конечно, что он грамотный человек, спокойный и уверенный, да. Да? Ага, слушай, ну а что он сказал просто, что играете спокойнее или что? Ну, он сказал, что парню надо уже просыпаться, второй там, ну, все, они имели много моментов, которые они там не должны быть. Сказать, что надо играть и не, как я могу сказать, не спит просто. Слушай, ну а что все удивляются условиям? Ты играл в Велесе на таком же стадионе, по-моему, разве нет? Или чуть получше? Ну, в Велесе... Ты же не первый раз на этом стадионе. Да, 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 не первый раз. В Велесе попал. Ты с «Спартаком-2» здесь играл? Да, да, уже играл, да. Да. Синами играл, по-моему, в игре 2-0, если я помню, да, с Велесе. Да. Ну, просто у меня, я хочу добавить, что обидно, что Велес в Великой. Да. Но я всегда переживаю за него, я не знаю, я надеюсь, что проезд не будет закрыт. Но вот президент говорит, ты знаешь, очень вещи такие, которые заставляют задуматься, что он будет закрыт. Ну, я надеюсь, так не будет, надеюсь. Ага. Слушай, вот эти вопросы, которые тебя постоянно зовут, что ты на начале своей карьеры в России продавал сигареты. Что это такое было? Нет, просто я думаю, неправда, может быть, они меня не поняли, и кто... Скажи, как есть. Три надо просто так это сказать, он так думал, что я продавал сигареты, я вообще не продавал сигареты. А что? Ну, просто помогал другу, который у него вела это бизнес. Табачная лавка. Да, 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 я просто ему помогал, как у него была машина, я помогал ему, как... Ты экспедитором был? Да, ну, как продавал магазин, вообще ни разу не продавал. Ну, вот и внес ясность. Да, я сам был в Соке, но это уже прошлое, я сейчас думаю только перед этим. Как ты оценишь свой сезон, скажи? Ну, первый круг играли без травм, вот этот второй круг у меня видно, что в конце травм, на этот момент, который нужно было поднять еще выше. Ну, очень тяжело для меня, как вот эта травма, я заболел, и потом задние чувства, как... Я сам думал сначала, что это надрыв, но нет, это зависит от моей поясницы. Поясницы, да? Да, 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 это этого, я всегда чувствую на тренировке, что боль тянет, да? Да, тянет, да. Ну, все нормально, ты вылечился? Да, все хорошо. Скажи, по будущему, у тебя, ты остаешься в нижнем, как бы, что у тебя? Ну, я всегда благодарю нижний за это, что у меня дали играть примерно, это очень важно. Но я всегда буду благодарить командой, руководству, и еще пацанам, которые всегда били со мной, и когда я присыл в команду, просто они меня сразу приняли, это очень хорошо. Ну, на будущее посмотрим. Вчера был день русского языка, я не знаю иностранца, который лучше, чем ты, говорит по-русски среди футболистов. Скажи, как ты выучил язык, что ты делал? Ты, я не знаю, у тебя был переводчик, и тебе сказали, все, майга, мы тебе переводчик не дадим, как хочешь, так и живи. Что ты делал? Ну, реально, нереально, видишь, я сам, я учил на улице, так, с друзьями, на поле. И вот, самое главное, это желание. Да. Я вообще, как ты учусь русский язык, просто, я думаю, если ты хочешь жить в этой стране, тебе надо обязательно учиться русский язык. Да. Ну, еще вот, жена русская, вот, мне помогали, и она тоже французский понимает. Ага. Вот так. Ну, то есть, если я тебе скажу, чтобы ты повторил Пушкина, «Мой дядя самых честных правил», ты можешь продолжить? Скажи, скажи, «Мой дядя самых честных правил», «Мой дядя самых честных правил», «Когда не в шутку за ним мог», «Когда не в шутку за ним мог», «Он уважать себя заставил», «И лучше выдумать не мог», «И лучше выдумать не мог», «Евгений Онегин, Александр Сергеевич Пушкин». Вот, это тяжело. Давай. Евгений Онегин, Александр Сергеевич Пушкин. О, Евгений Онегин. Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Спасибо тебе большое. Удачи, давай. Спасибо большое. Давай. Давай.